Привет! Меня зовут Сергей и в этом видеоуроке мы с вами сплетем 3D фигурку в виде маленького гриба-боровика. Этот гриб сделан по моему собственному дизайну и поэтому я надеюсь, что этот урок особенно вам понравится и вы себе точно такого же грибочка сделаете. Ну что, поехали! Приготовьте ваш станок. Ряды на нём расположите так, чтобы центральный немножко выходил вперёд по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны первых двух рядов смотрят в правую сторону, открытые стороны дальнего ряда смотрят в левую сторону. Если у вас неразбирающийся станок и вы не можете ряды повернуть в нужную сторону, то это абсолютно ничего страшного. Если они будут в одну сторону смотреть, то тоже прекрасно и тоже на таком станке можно плести. Теперь начинаем процесс сплетения. Начнём мы с плетения шляпки. Для шляпки я буду использовать резинки коричневого цвета и с левой стороны отсчитываем 6 столбиков. На дальнем ряду первый, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой. Вот шестой столбик. На него накидываем пару коричневых резинок, а также на столбик центрального ряда, немножко наискосок. Ещё берём две резинки и накидываем точно так же, но уже на следующий столбик. Это у нас получается седьмой. Первый, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой. Тоже. И другую часть на центральной. И с левой, то есть с нижней стороны нам нужно точно так же накинуть. Раз. Пара. И ещё одна пара накидывается. Вот таким образом. Получается английская буква Х. Далее берём две резинки. И нам нужно их накрутить на центральный столбик три или четыре оборота. Я накручу три. Один раз накинули, это один оборот. Закручиваем второй оборот и закручиваем ещё один третий оборот. Далее берём крючок, вставляем его внутрь центрального столбика и отодвигаем обороты резинки, которые мы только что сделали. Захватываем резиночку, а точнее пару, которая находится выше всего. Снимаем её со столбика центрального ряда и накидываем на тот столбик, которому эта резинка и принадлежит. У меня это вот этот столбик. Теперь вновь заводим крючок в центр и захватываем следующую пару и накидываем на тот столбик, которому уже эта пара принадлежит. У меня это вот этот. Далее вновь захватываем пару, накидываем на тот столбик, который принадлежит этой паре. И последняя пара идёт на оставшийся столбик. На всех столбиках теперь резинки опускаем вниз. И сейчас нам нужно по вот этому прямоугольнику накинуть резинки парами. Берём две резиночки и накидываем вот на эту пару столбиков. Далее берём ещё две резиночки, накидываем на следующую пару столбиков ещё одну пару. Дальше. И, наконец, замыкаем этот периметр последней парой резинок, накидывая их вот сюда. И теперь на каждом столбике у нас есть по восемь резинок. Четыре резинки нижнего ряда и четыре резинки верхнего ряда. На каждом столбике нам нужно захватить четыре нижних резинки, натянуть их и с внешней стороны скинуть внутрь прямоугольника. На следующем столбике захватываем, натягиваем и скидываем внутрь. Чтобы на дальних столбиках было удобнее скидывать резинки, я просто разворачиваю станок другой стороной и здесь повторяю ту же самую операцию. Раз. И, наконец, два. Опускаем резинки немножко вниз и теперь нам нужно из четырёх рабочих столбиков сделать восемь. И делаем мы это так. Захватываем на любом столбике верхнюю пару резинок и смотрим, откуда она идёт. В моём случае она идёт, ну, примерно вот отсюда, из центра. И поэтому именно эта пара мне и подходит. Я её накидываю на соседний столбик. Теперь с этим разбираемся. Захватываем верхнюю пару и смотрим, откуда она идёт. Видите, эта пара резинок идёт не вот отсюда, не из центра, а из этого столбика. И поэтому она нам не подходит. Я беру её руками и захватываю следующую пару. И обратите внимание на то, откуда она идёт. Вот, эта пара уже идёт у нас от центра. Мы её с вами и накидываем на дальний столбик. А ту, которую только что сняли, возвращаем обратно. И на этом ряду мы из двух столбиков сделали четыре. Теперь разворачиваем станок и точно так же поступаем вот с этими столбиками. Захватываем верхнюю пару. И видите, она идёт у нас не из центра, а как бы из дальнего столбика. Это нам не подходит, поэтому мы берём следующую пару. И вот эта уже идёт из центра. Накидываем на следующий столбик, а эту возвращаем обратно. Далее здесь берём верхнюю пару. Кстати, если вам вот так не очень удобно взять именно две верхних резинки и найти их, то посмотрите на этот столбик с верхней стороны. И тогда вам будет гораздо проще найти резинку именно верхнюю пару. Снимаем. Смотрим, откуда идёт. Эта резинка нам не подходит. Она идёт вот с этого столбика. Придерживаем пока пальцами. А вот эта у нас идёт из центра. Видите? Из центрального столбика как бы. Но на самом деле вот отсюда она идёт. Но всё-таки считаем, что она идёт из центра. И накидываем её на соседний столбик. А вот эту возвращаем обратно. Все резинки опускаем вниз и сейчас делаем обычный ряд, но уже не на 4 столбика, как мы делали раньше, а получается на 8 столбиков. Две резинки, раз. Две резинки, два. Далее. Три. Четыре. Следующая пара, пять. Пятая, конечно же, идёт вот сюда. Далее. По ближнему ряду накидываем. Раз. Два. И замыкаем этот прямоугольник последней парой резиночек. И теперь с каждого столбика снимаем резинки нижнего ряда. Здесь их по две штучки. Здесь две, здесь две. И на каждом столбике две резинки принадлежат нижнему ряду. Захватываем и на каждом столбике с внешней стороны скидываем внутрь. Раз. Два. Далее. Три. Четыре. Разворачиваем станок и здесь. Продолжаем. Пять. Шесть. Семь. И восемь. Опускаем резинки вниз на всех столбиках. И сейчас делаем ещё один точно такой же ряд. И обратите внимание на структуру нашего плетения. На схему. Мы с вами должны добиться того, чтобы на каждом ряду у нас в резинках было по восемь столбиков. И делаем мы это так. Расширяем. Делаем два ряда. Опять расширяем. Опять делаем два ряда. И ещё раз расширяем. Делаем два ряда. Вы помните, мы с вами вот эти расширили и сделали один ряд. И нам нужно сделать второй ряд, после которого опять будем делать расширение. Итак, я накидываю сейчас резинки ещё один ряд на восемь столбиков. С каждого столбика снимаем четыре резинки нижнего ряда. Теперь делаем расширение по той же самой методике, что делали и чуть ранее. Давайте я ещё раз на всякий случай покажу. Например, с этого столбика начнём. Захватываем у него две верхних резинки и посмотрим, откуда они идут. Они идут из центра, как бы из центрального ряда. Это нам и нужно. Поэтому мы эту пару резинок накидываем на соседний столбик. На этом столбике захватываем верхнюю пару. Она у нас идёт со столбика вот этого ряда. Поэтому такой вариант нам не подходит. Придерживаем эту пару резинок и захватываем следующую. Вот эта у нас идёт из центра. И поэтому мы её накидываем на следующий столбик. А эту, которую придерживаем, возвращаем обратно. С правой стороны расширяем точно так же. Захватываем верхнюю пару. Смотрим, откуда идёт. Она у нас идёт вот с этого столбика. Это нам не подходит. А нужно взять тогда следующую. Она идёт из центра. Накидываем на соседний столбик. А вот эту возвращаем обратно. И, наконец, на последнем столбике сейчас тоже разберёмся с резиночками. Захватываем верхнюю пару. Она у нас с дальнего столбика идёт. Не подходит. А вот эта как раз идёт из центра. Видите? Поэтому мы захватываем и накидываем на соседний столбик. А вот это дело возвращаем всё обратно. На всех столбиках опускаем резинки вниз. И сейчас нам нужно сделать два обычных ряда. Накидывая резинки на весь периметр получившегося у нас прямоугольника. Так. Один ряд сделали. И теперь делаем ещё один, накидывая резинки сверху и снимая резинки нижнего ряда с внешней стороны внутрь. Так. 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 Теперь крайние столбики расширяем еще на один столбик в сторону. И таким образом сейчас у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков, а получится 8 на каждой стороне. Расширяем абсолютно точно так же, как мы делали ранее. Вы помните, в самом начале я говорил, что нам нужно достичь отметки, когда у нас по 8 столбиков на каждой стороне заполнены резинками. И после этой отметки нам нужно сделать 3 ряда по всему периметру получившегося большого прямоугольника. То есть сейчас делаем 3 обычных ряда, накидывая по паре резинок сверху на каждые 2 столбика и снимая резинки после этого нижнего ряда с внешней стороны внутрь. Смотрите, вот так. Мы с вами накинули последние три ряда шляпки и сейчас перейдем к плетению ножки. Но прежде чем мы возьмем резинки другого цвета, давайте центральную часть немножко поднимем вверх, чтобы она не мешала нам накидывать следующие резинки. Аккуратненько со всех центральных столбиков поднимаем вверх резинки, и будьте внимательны, нечаянно не скиньте с крайних рядов резиночки. Нам нужно это сделать только на центральном ряду. И вот на этом столбике. С крайних столбиков можно тоже снять, я имею ввиду с крайних центральных, только с крайних центральных, а не с крайних вот этих столбиков. тоже вверх поднимаем и шляпка у нас по сути готова теперь давайте перейдем к следующему цвету сначала нам понадобятся резинки какого-нибудь бежевого или желтого или оранжевого цвета чтобы сделать ту область которая находится под шляпкой я не знаю как она точно называется то ли мембрана то ли губка если вы знаете то напишите пожалуйста в комментариях и кроме этого нам понадобятся резинки белого цвета для непосредственно ножки и сейчас нам нужно на каждом столбике нарастить резинки двумя парами парой бежевый и парой белый и делаем это так засовываем крючок в любой столбик с которого мы начнем работу и накидываем на него на крючок пару бежевых резинок вытаскиваем их сверху и вторую часть возвращаем обратно на крючок теперь берем пару белых резинок накидываем их на кончик крючка и проводим уже внутри бежевых которые мы только что накинули и вторую часть тоже возвращаем на крючок и вот мы с вами двумя звеньями нарастили коричневую пару резинок теперь со столбика снимаем коричневые которые на нем находятся и вместо них накидываем белые с крючка вот на этот столбик и точно так же нам нужно поступить со всеми остальными столбиками давайте еще на нескольких посмотрим как это делается засовываю крючок внутрь и накидываю на него две бежевых резинки вытаскиваю аккуратно сверху и вторую часть возвращаю обратно на крючок теперь беру пару белых резинок накидываю на крючок и провожу их сквозь бежевые резинки вторую часть белых возвращаю обратно на крючок здесь тоже нарастили на два звена снимаем коричневые со столбика и вместо них накидываем белые которые у нас на крючке теперь сюда заводим крючок накидываем пару бежевых резинок вытаскиваем их сверху и возвращаем на крючок другую часть этой пары 1 1 звено и теперь две белых просовываем из их сквозь бежевые и возвращаем обратно на крючок вот на два звена нарастили снимаем со столбика коричневые резинки и вместо них накидываем белые и точно так же поступаем со всеми остальными столбиками периметра нашего прямоугольника т.к. т.к. Итак, на всех столбиках мы сделали наращение из бежевых и белых резинок для того, чтобы перейти к ножке гриба. И сейчас нам нужно из 8 столбиков каждого ряда сделать 4 сужения к ножке. Давайте посмотрим, как это следует сделать. Например, начнем с правого ближнего столбика. Нам нужно захватить на нем все резинки, которые здесь находятся, и накинуть на столбик, который находится чуть левее, то есть на соседний. Сняли все резиночки и накидываем вот сюда, на соседний столбик. На этом столбике захватываем 4 нижних резинки и с внешней стороны скидываем их внутрь, как бы накрывая те резинки, которые мы на этот столбик только что поместили. Далее на следующий столбик обращаем внимание, на нем захватываем все резиночки, которые на нем есть, и накидываем на столбик, который находится левее. И на этом столбике захватываем 4 нижних резинки и с внешней стороны скидываем внутрь, накрывая те резиночки, которые только что на него накинули. На следующем столбике захватываем все, которые на нем есть, и перекидываем на столбик левее. На этом столбике теперь захватываем 4 нижних резинки и с внешней стороны скидываем внутрь. И последняя пара этого ряда. Захватываем здесь все резинки, накидываем их немножко левее. И на этом столбике теперь резиночки нижнего ряда, их 4 штучки, захватываем и с внешней стороны скидываем внутрь. Теперь разворачиваем станок другой стороной и разбираемся точно так же вот с этим рядом. Отлично. И теперь давайте посмотрим на наш станок сверху. И мы видим, что на каждом из рядов у нас теперь по 4 столбика с резинками. Однако они у нас раскинуты почти по всей длине станка. Нам же эти резинки нужно скомпоновать в центре. Вот здесь находится центр нашего гриба. 4 раз, два, три, четыре с одной стороны и раз, два, три, четыре столбика с другой стороны. Поэтому делаем так. Вот отсюда резинки мы накинем на этот столбик. Захватываем, накидываем вот сюда, ближе к центру. А с этого столбика накинем вот сюда. Захватываем все резиночки и накидываем сюда. И справа захватим все резиночки с этого крайнего столбика и разместим чуть левее. И посмотрите, на этом ряду мы сделали так, что все резинки у нас идут подряд и находятся в центре, как раз в центре шляпки. С обратной стороны нам нужно сделать точно так же. Вот с этого столбика захватываем все резинки и накидываем на тот, который находится правее. Отлично. Теперь с этого столбика вот сюда накидываем резинки, захватываем все и вот сюда размещаем. А с этого столбика, понятно, двигаем вот сюда. Снимаем и двигаем вот сюда. Теперь с крайних столбиков центральных нам нужно резиночки скинуть, чтобы они здесь не мешали нам накидывать следующий слой. Берем и просто снимаем, и здесь тоже берем, немножко крючком поддеваем и помогаем резиночкам с этих столбиков сойти. Шляпку размещаем примерно по центру. Можно ее вот так помять, чтобы она более округлой была. И сейчас накидываем прямоугольником по две резинки по всему периметру вот этого прямоугольника. Белые резинки используем, те, которые для ножки нашего грибка. Сюда пара идет, далее по дальнему ряду пара, еще парочка резинок, еще парочка. Соединяем ряды, ближний с дальним парой резинок, и теперь по ближнему ряду гоним в левую сторону. На эту пару столбиков, теперь чуть левее на пару столбиков, и еще на пару столбиков. И теперь с каждого столбика снимаем резинки нижнего ряда, четыре штучки, с внешней стороны внутрь. Здесь, на следующем столбике, далее, и на последнем столбике этого ряда. Разворачиваем станок другой стороной, и точно так же поступаем вот с этими четырьмя столбиками. Захватываем четыре нижних резинки и с внешней стороны скидываем внутрь. Следующий ряд у нас будет рядом с глазами. Для создания глаз нам понадобятся резинки черного цвета, или бусины, и белые резинки того цвета, который используется для ножки. Берем одну резинку черного цвета и закручиваем ее на крючке один, два, три, четыре. Далее берем две белых резинки, накидываем на кончик крючка, натягиваем, и скидываем на эти белые резиночки черные обороты. И накидываем на второй и на третий столбик. Раз, и вот сюда накидываем тоже. Это у нас получился один глаз. Точно так же нам нужно накинуть пару резинок и правее, со вторым глазом. Однако я буду использовать глаза из бусин. Раз, и два. Бусины я разместил на паре белых резинок, и поэтому вместо черной резиночки, вот эту резинку сниму, вместо нее накину уже заготовки с бусинами. Если вы не знаете, как накинуть бусину на резиночки, то это можно сделать или с помощью нитки, или с помощью проволочинки. В некоторых своих уроках я уже показывал, как это делается, поэтому сейчас на этом вопросе не останавливаюсь. И чуть правее накидываем. Посмотрите, у нас на вот этой паре столбиков бусина и на этой паре столбиков бусина. На все остальные пары столбиков, чтобы у нас получился целиковый слой, накидываем по две резиночки белого цвета. Вот сюда и далее на остальные. И как обычно, снимаем резинки нижнего ряда с каждого столбика, с внешней стороны внутрь. Следующий слой у нас будет слоем с щечками. Для создания щечек я буду использовать резинки красного цвета и белые резинки, на которые мы их будем накидывать. Процесс создания точно такой же, как и для глаз. Одну резинку берем, накручиваем один, два, три, четыре оборота. Далее берем пару белых, накидываем на кончик крючка и натягиваем вот эти красные обороты на белую пару. И размещаем точно там же, где и глаза. То есть на второй и третий столбик. Это одна щечка у нас размещена. И вторую давайте щечку сделаем и разместим ее немножко правее. Один оборот, второй оборот, третий оборот и четвертый. Далее берем пару резинок, накидываем и скидываем вот эти четыре оборотика красной резинки. И размещаем на третий и четвертый столбик, если считать вот отсюда. Первый, второй, третий, четвертый. На все оставшиеся столбики, чтобы получился у нас целиковый слой, накидываем пары белых резинок. И снимаем резинки нижнего ряда с каждого столбика. Теперь нам нужно сделать рот. Для создания рта воспользуемся одной черной резинкой. И накрутим ее на крючке два оборота. Один и два. Захватим крючком резинку, которая находится между, даже четыре сразу резинки, которые находятся между щечками и между глазами. И скинем на этот столбик черные резинки с крючка. Со столбика снимаем теперь белые резинки, придерживая их крючком. И рот продвигаем туда внутрь, чтобы он у нас ушел за столбик. И после этого возвращаем на столбик обратно белые резинки, которые только что с него сняли. И у нас рот разместился за столбиком. Опускаем резинки на всех столбиках. И сейчас делаем самый обычный ряд из белых резинок по всему периметру. Я поднимаю шляпку немножко вверх, аккуратно, чтобы не слетели резинки с крайних столбиков. И сейчас нам нужно сделать еще шесть самых обычных рядов по всему периметру из вот этих четырех пар столбиков. Ну вот, наш грибок уже практически готов. Посмотрите, как он выглядит. И сейчас нам нужно перейти уже к процессу завершения. Для этого все резинки, которые у нас сейчас находятся на станке, нам нужно скинуть на пару белых резинок. И будем делать это безопасным способом. А именно так. Накидываем на пару крайних столбиков две белых резинки. И на них скидываем резиночки, которые находятся ниже. То есть вот эти четыре я захватываю, скидываю на белые. И с другого противоположного столбика захватываю нижние четыре резинки и скидываю на эту белую пару. Далее один конец белой пары резинок перемещаю на следующий столбик. И уже с этого столбика скидываю четыре нижних резинки. Точно так же поступаю на дальнем столбике, на другом конце этой белой пары резинок. Захватываю ее, снимаю со столбика, накидываю на соседний и скидываю на эту белую пару четыре резинки нижнего ряда. Вот здесь у нас резинки зацепляются на столбике центрального ряда. И поэтому я их подцепил, чтобы помочь им оттуда слезть. Далее продолжаем с нашей парой. Берем ее дальше, накидываем на следующий столбик. На нем захватываем четыре, скидываем с внешней стороны внутрь, как раз на эту белую пару. С другой стороны поступаем точно так же. Захватываем пару, накидываем на следующий столбик и на нем захватываем четыре, с внешней стороны скидываем внутрь. Если трудно продвигается наш грибок, то вот здесь можно опять же помочь крючком, чтобы нам не мешали столбики центрального ряда. Опять захватываем пару и накидываем на последний столбик этого ряда, на котором есть резинки. И скидываем четыре резинки нижнего ряда с внешней стороны внутрь. И с обратной стороны тоже последний столбик остался. Захватываем пару, накидываем на столбик с четырьмя резиночками, захватываем эти четыре и с внешней стороны скидываем внутрь. Готово! И у нас сейчас остались лишь две резинки, которые находятся вот на этих столбиках. Захватываем крючок, все резинки с одного столбика забираем, придерживаем пальцем, чтобы они не убежали с крючка. И захватываем со следующего столбика оставшуюся пару. Тоже придерживаем пальцем и аккуратненько снимаем. Также снимаем наш уже практически готовый грибок со станка. Итак, из этой пары резинок нам нужно сделать петельку, просто заведя одну часть этой пары внутри другой части этой же пары резинок. Затягиваем настолько, насколько позволяет прочность ваших резинок. И чтобы вот эта пара не распустилась и чтобы нам не мешала, мы их вплетем куда-нибудь. Я захватываю какие-то петельки, захватываю пару и провожу внутри петелек. Тоже натягиваю. Теперь следующие какие-нибудь петельки захватим. И сквозь них проведем вот эту пару. Тоже затянем. И еще можно в какие-нибудь петельки вплести, чтобы уж совсем было прочно. Вот сюда. И вот сюда вплетаем. Если у вас остался вот такой кончик, то его можно запихнуть внутрь гриба. Для этого я завожу крючок где-то в области головы. И вытаскиваю его в центре ножки. Захватываю петельку. И завожу ее внутрь. Так. И все. Эта петля у нас вплетена и не мешает. Расправляем голову. И таким образом расправляем, чтобы часть между шляпкой и ножкой ушла внутрь шляпки. Расправляем и запихиваем вот туда эту область под шляпочную. Вот так. Получилось отлично. Теперь нам нужно сделать еще один момент. Если вы видели настоящие грибы, то помните, наверное, что книзу у них ножка расширяется. И нам это тоже нужно сделать. А это делается очень и очень просто. Мы берем наш мизинец и пропихиваем резинки вот сюда, в центр. Из центра внутрь туда пропихнули. И посмотрите. У нас получилось очень аккуратное и очень гармоничное расширение нижней части нашего гриба. Ну вот и все. Наш грибок готов. Получился он замечательный и, на мой взгляд, отличный. Пусть он радует не только вас, но и ваших близких. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И пишите в комментариях ваши отзывы по этому уроку. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok